В рамках вносимого на очередную сессию вопроса предлагалось откорректировать градостроительное зонирование для одной территориальной зоны. Земельный участок по адресу Пушкина, 22, санаторий-профилакторий Заря перевести из зоны общественно-деловой застройки специализированного назначения в зону многофункциональной общественно-деловой застройки. Предложение было внесено и рассматривалось по инициативе собственника объектов недвижимости, в том числе и земельного участка, общества с ограниченной ответственностью, Лучинвест. Напомним, что этот вопрос рассматривался депутатами городской думы на сессии еще в феврале этого года, но не был поддержан большинством. Тогда представитель собственника говорил о своих планах строительства на этом земельном участке, многоквартирного дома и гаражей. Поэтому на этот раз депутаты вновь задавали вопрос о перспективах строительства новых объектов, но более всего их интересовала судьба санатория-профилактория Заря. Комиссия была и по комиссии был вопрос, возможно ли там будет что-то строиться или будет ли там на этом земельном участке производиться лечебное учреждение. А собственник ответил нет. Представители собственника на 6 сессии городской думы 20 февраля при рассмотрении этого вопроса утверждали, что в случае положительного решения городской думы готовы сохранить профиль и работоспособность санатория-профилактория Заря. В апреле представители собственника представили документы, согласно которым собственник еще в июле 2013 года принял решение о прекращении санатория-профилактория Заря. Также были представлены документы, свидетельствующие о разделе имущественного комплекса санатория-профилактория Заря на 4 различных объекта недвижимости, в целевом назначении которых санатория-профилактория Заря не значилась. Соответственно, предыдущие утверждения представителей собственника о намерении сохранить работоспособность санатория-профилактория «Заря» не соответствовали действительности. Я хочу сказать, что в заблуждение вводит председатель городской думы депутатов, а не наоборот. 20 февраля, когда выступал предприниматель Егоров, он действительно говорил о том, что если мы согласуем перевод земельного участка из одной категории в другую, то он действительно построит там дом и полученные средства направят на развитие санатория-профилактория «Заря». Здесь действительно был разговор о том, что где гарантии. Гарантии были одни, если мы не даем этот перевод земле из одной категории в другую, «Заря» будет закрыта. Здесь звучали тогда такие слова, не надо нам ставить ультиматум. Ультиматум никто не ставил, но 3 года быть меценатом, просто-напросто деньги свои тратить на поддержание «Заря» тоже никто не будет. Предприниматель есть предприниматель, есть предприниматель. Никто в убыток себе работать не будет. Сегодня человек приступает снова переориентировать, перевести земли опять же из одной категории в другую и снова сегодня говорят, мы не будем это делать. Почему? Почему? У меня создается такое впечатление. Либо здесь создается коррупционная составляющая, значит, да, когда создаются условия для того, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. Это раз. Или второй момент – личностные отношения. Это два. Значит, мы здесь собрались для того, чтобы депутаты городской думы защищать интересы города, а не какие-то личные интересы одного человека или группы депутатов партии «Справедливая Россия» или партии «Родина». Значит, в данном случае человек для интересов города, чтобы бизнес развивался. И сегодня тоже очень много говорилось о том, чтобы бизнес в городе развивался, налоги поступали в городе. Это вот сегодняшнее предложение будет складываться для того, чтобы бизнес развивался и налоги были в городе. Будет. А почему здесь, опять же, выступают против? Потому что либо коррупционная составляющая, либо личностные отношения, что мы категорически отвергаем. А какие налоговые поступления ожидается? Если человек построит там здание, какое общественное здание, либо магазин, либо еще что-то такое предприятие, это будут рабочие места, это будут налоги. Вы в курсе, что переводя землю с О2, О1, вот как просит собственник этой земли категории, значит, застроек, там не предусматриваются ни лечебные, никакие профилактические учреждения. То есть, более заблуждение... Вопрос о лечебно-профилактическом заведении закончен в феврале месяце, когда вы отказали предпринимателю Егорову. Послушайте, секунду. Он просил перевести с О2, О1, и говорит, что он сохранит лечебно-профилактические учреждения. Да, сохранит, да. Вы не дали отражение. О1 не разрешает заниматься лечебно-профилактическими предпринимателами. Так Зари уже нету, Зари нету. В феврале месяце, в феврале месяце это... Ну и что? В феврале месяце вы отказали в феврале месяце ему? Нет, он и просил О1 перевести, но он не имеет права там содержать лечебно-профилактические учреждения. Вы и тень на плетенье, и наводите. Вы уже разбирались до 20 февраля с этим вот-вот и до. А скажите, пожалуйста, вы утверждаете, что Егоров является индивидуальным предпринимателем увиделись? Вы знаете, уважаемый депутат, если вы хотите... Минуточку, подождите, минуточку. Если вы хотите выступить, пожалуйста, выступайте. А мне вопросов не надо задавать. Я выступил и высказал свою оценку. Ваши деятельности. Вы делали о том, что Егоров является индивидуальным предпринимателем. Ну еще. Чем это подтверждать? Звывайте вещи-то своими именами. Вы мне вопросы не задавайте. Выступайте здесь. Если я сказал, что я предприниматель, значит предприниматель. Если вы считаете, что он другой человек, пожалуйста, выступите и объясните им. Всем присутствующим здесь. А глупые вопросы задавать не надо. Рули голосовал за, за изменили. В принципе, правильно сделал. Сейчас я прибавил, да, и вот я хожу в санаторий Весна. Вы понимаете, когда вот любой начальник, да, он должен общаться с людьми, да, и вся информация исходит из людей, понимаете. Когда вы сидите в кабинетах, вы че не знаете, да. Я сейчас вот покунулся вот туда сверху, да, и посмотрите, весна, да, кажется, здание. Хожу в Леонидович, чтобы оставил ее в городе, да, и в Золю надо было также оставить ее, не продавать этим американцам, кто-то продал ее. Тоже надо было оставить на баланс в городе, вытянули, обещать, да. Понимаете, весь народ простой. Вот бабульки старенькие, детки идут там в санаторий, да, весну там. Вы понимаете, ребята, конечно, вот мы были в Заре, да, и сейчас вот весна. Конечно, Заря немножко по всем структурам, она намного лучше, чем в настоящее время весна. Она немножко убита, помещения какие-то убиты, у нас там оборудование медицинское намного ниже, чем это было в Заре, да. Понимаете, народ-то, вот все больные говорят, была бы Заряда, мы ходили бы туда, все тренажерные там снаряды лучше, чем в весне, понимаете. Вы, как говорится, Родина, да, полностью убили эту Зарю, да, я могу сказать, полностью отказали предпринимателей, и сейчас что получается, 30, сколько, 35, по-моему, сотрудников я работал, они сейчас выкинули их на улицу, да, меня сейчас не счастлив. Вот у меня доктор знакомый, кто там работал, он мне обратил, говорит, вот меня взяли и исключили меня, я сейчас приглашаю с медодачей, да, а так работала Заре, и приносила пользу людям. Понимаете, мы что сделали, пускай предприниматель, что-то хотел там выстроить, какая разница, вам пристроил гостиницу, там еще строил, там еще одну сауну пристроил. Сейчас я узнаю, даже больные рассказывают, и даже медсестры рассказывают, сейчас Сидоров, оказывается, уже продает грязь, да, продает лесне и продает там замечебуску. Как Сидоров вообще мог это месторождение, себе выкупить, по-моему, нашему народу это все принадлежит, да, это вопрос про культуры. Заря, да, это муникальная была здравница для людей, оставить надо ее, оставить. А мы что, против? Выбор против, в феврале месяце. Понимаете, все ваши вот эти заявления, это голословно. Причем голословно, прийдите вы с участвованием в 12 часов, прийдите в меску, да, и позанимайтесь строить, и там придет 20 человек, пожилых людей, и вам скажут, уважаемый председатель, вы зачем Зарю закрыли? Вам прямо скажут, что вы будете говорить? Он ее закрывал, Зарю, и вот тут больной головной на здоровье. Вот представитель собственника, Рудольф Валерьевич, поясните вашу позицию. Уважаемые депутаты, значит, я хочу всем сказать о том, что мы являемся собственниками этой земли, собственниками, не арендаторами даже. Мы платим за нее налоги, и мы имеем полное законное право обратиться, значит, проведя процедуру о изменении зон. В федеральном законе это прямо написано. То, что мы написали, приняли решение о диверсификации предприятий, разделении зданий, это никак не имеет отношения к закрытии Зари. Решение о закрытии Зари было принято 4 апреля, о ликвидации. А какие вы мне бумаги приносили? Это фальсифицированные бумаги? Эта бумага была разделением, понимаете, для того, чтобы... Послушайте, Андрей Сергеевич, Андрей Сергеевич, значит, вы меня не перебиваете, пожалуйста. И вы меня тоже. Значит, я хожу сюда уже, на вашу сессию, и обращаемся, мы уже все пороги обили. Нам что делать с этой землей теперь? Делайте что хотите. Делайте что хотите, да что за ответ вообще? Андрей Сергеевич, мы куда обращаемся? В органы власти законодательные? Для чего мы это делаем? Нам что, надо обращаться в прокуратуру и в суд, чтобы свои права отстоять? Это ваше. Это наше право, конечно. Но я вижу, что неконструктивная работа. Вот так бы мы дали бы сейчас городу, как минимум, я говорил в прошлый раз, что дайте нам возможность, у нас появились бы деньги, мы вложили бы в предприятие. Я не могу постоянно вкладывать действительно в предприятие эти деньги. Понимаете, я достаю их из собственного кармана и плачу зарплату людям. Значит, хочу пояснить, ни холова мы не выкинули. Мы с людьми со всеми расстались, всем заплатили зарплату и заплатили всем компенсацию. И это опять ударило по моему карману. А так бы работало бы заря. Были бы рабочие места, и мы бы зарабатывали все деньги. А город получал бы здоровье. Но, к сожалению, я вынужден был это сделать. Это раз. Два. А что делать теперь опять? Понимаете, я несу убытки от этого. Я несу убытки. Вы принимаете такие решения. Значит, представитель Иллима говорит, что 9 миллионов мы ждали. А 30 миллионов, то, что у нас содержание с лишним надо в год. Зари только было. А потом только, может быть, мы вышли бы в прибыль. Это никто об этом не говорит. Очень хорошо у вас получается. Это нечестно. Я предприниматель. И я требую, чтобы вы занимались моим вопросом. Понимаете, то, что вы являетесь народными избранниками. Я тоже являюсь, значит, человеком, который выбирает депутат. Ну, ладно, не в вашем уровне. Я хочу, чтобы вы мои интересы тоже отстаивали. Ну, что это такое? Как мы будем решать мой вопрос? Ну, что я должен ходить здесь по этой администрации постоянно, к вам, значит, на эти приемы уговаривать вас. Хотя есть четко в законе написано, что это мое право. Я владелец этой земли. Я имею право обратиться к вам. Вы должны провести. Мы провели общественное слушание. Что вам еще нужно? Люди согласны были. И какие-то постоянные препоны. Что теперь? Опять меня надо ждать следующей сессии? Я терплю от этого убытки, понимаете? Так будет сейчас. Давайте, как-то, может быть, все-таки конструктивно решим этот вот мой вопрос. Давайте, значит, пожалуйста, решите мне мой вопрос. Мне нужно, чтобы я перевел в другую зону и мог заниматься деятельностью. И Горго получал от этого положительные, значит, какие-то дивиденды. К сожалению, наверное, здесь можно много говорить о причинах, которые происходят сегодня. Здесь сегодня неблагоприятная ситуация и в санатории Толючегорска. Там тоже сейчас стоит на грани закрытия, все это дело. Потому что цены кусаются, люди не едут. Это можно вот спокойненько это все дело выяснить. Ситуация сегодня такая и есть. Два варианта развития событий. Либо мы будем что-то иметь, город, с этого здания и с этой земли. Либо это будет стоять с загаженной территорией, разбитыми стеклами, сборищем наркоманов. И, как правило, это приводит к трагической гибели людей. В перспективе все это. Мы уже с этим сталкиваемся. Поэтому, я, конечно, не знаю, какое вы решение сегодня примете. Но я считаю, что каждое здание, каждый кусок земли в городе должен работать и приносить какой-то доход. Поэтому, если там будет жилье, мы только выиграем от этого. Потому что у нас не хватает жилья в городе. И еще нужно много. И, наверное, это самое главное, что город может сегодня получить. И было бы здорово, если бы это произошло. А то, что оно будет сейчас стоять без окон, без дверей, я не знаю, кто от этого выиграет. И каков рациональный подход к решению этого вопроса будет. Вот о чем мы должны с вами в первую очередь думать. Спасибо. Коллеги, градостроительная зона О-2 не запрещает собственнику вести гостиничную деятельность, организовать общепитый кафе, организовать офисные помещения и все остальное. Так что это все тоже голословные слова о том, что якобы что-то им там мешает. Уважаемые депутаты, я хочу сказать, что брать на себя больше своего веса не имеет права никто. Не наше дело кому-то указывать, чем заниматься. Если человек собственник, он сам принимает решение о занятии своей деятельностью. И мы не вправе ему навязать кафе, или столовую, или гостиницу, или там дом терпимости, извините. Это не наше право. Мы можем только сделать так, чтобы это было для горожан полезно. Вот это мы сегодня имеем право сделать. Вот и все. А говорит, что имеет право он то-то, а хочет ли он это делать, это его право. Но никак не наше с вами. Вот что он делает. Сергей Витальевич, вы это уже говорили нам в этот тезис. Вы придите в 12 часов весну, да, там сколько больных приходит, да? Вообще 50, бывшие ароматические комбинаты, все. Они все говорят, заряды идеально помещены. Да мы тоже могли понимать, что они как-то получили. Сергей Витальевич, за день переходите на личность и не хамите. Вы очень указали, что не перебивали человека. Вы, по-жилому, не скажем. Сергей Витальевич, я бы сказал, мы все выиграли от того, если эта территория будет жилым сектором. Это самый оптимальный вариант. Не магазин, ничего прочего, а жилой сектор. Потому что там тихий спальный район. Если там будет жилой сектор, то я думаю, что от этого выиграют все. Я в плане информации, информирования. Значит, у нас, как вы знаете, есть программа по оздоровлению как неработающих пенсионеров, так и бюджетников. Значит, мы в январе месяце, когда рассматривали коммерческие предложения, мы приняли решение оздоровление проводить на базе санатория-профилактория «Заря». Вот те, кто прошел оздоровление на базе санатория-профилактория, до этого проходив его на базе «Весна», конечно, санаторий-профилактория «Заря» вне конкуренции по сравнению с «Весной». По оказанию всех... Это как раз к вопросу о организации и проведении мероприятий в области здравоохранения города Коряжба. Значит, все выражают слова благодарности в том, что мы поменяли решение и направили их в «Зарю». Это первый момент. Второй момент. Я как председатель комиссии по организации летнего отдыха детей и оздоровлению, на последней комиссии мы заслушивали представителей группы «ИЛИМ» об оздоровлении детей, работников и сотрудников группы «ИЛИМ». Значит, было высказано такое решение, что в связи с закрытием санатория-профилактория «Заря» порядка где-то 200 человек детей в этом году не пройдут оздоровления на базе летнего оздоровительного лагеря работников группы «ИЛИМ». Даже принималось решение, которое было рассматривалось тем, чтобы вывозить детей и работников группы «ИЛИМ» на базу «Ватса-парк» с задействованием транспорта утром туда, вечером обратно. То есть даже рассматриваются такие предложения. То есть закрытие санатория-профилактория «Заря» привело на сегодняшний день к таким результатам. Это в плане информации. Ну вот, я хочу высказать, что в феврале месяце вы взяли и убили идею дальнейшего существования какого-то оздоровительного учреждения в «Заре». Вы, в том числе Андрей Сергеевич, тоже голосовали против. Вам конкретно тогда предприниматель Горос сказал, если вы не дадите, то я развивать этому буду. Не перебивайте меня, пожалуйста, учитесь в культуре, вы председателя городской думы. О них сапожник какой-то. Я говорю, вы молчите. Решите продолжить? Сейчас выбивайте другую идею. То есть предприниматель, имея землю, пытается здесь что-то сделать с горя, развиваться. Можно рабочие места предоставить людям. Вы опять против? Понимаете, вот действительно со стороны кажется, что это какая-то личная месть конкретному человеку. Понимаете? Вы, прежде всего, должны думать о развитии города, а не о том, что там кто-то как-то чего-то. Причем непонятно ваша позиция, вот вашей, как говорится, коалиции. Зачем вы это делаете? И почему вы это делаете? Только что, вот господин Светлугин выступал. Надо там вот какие-то там 2,7 миллиона, какая польза от этого. Да вот тут человек предлагает, давайте я буду развивать что-то, делать места. Вот конкретно предприниматель предлагает все. Вы голосуете против. А хочу анализировать то, вы вот конкретно рубите, прямо на идею, на корне. Загубили, пожалуйста. 35 человек остались без работы, проголосовали. Молодцы. Теперь вы, значит, губите дальнейшую идею, где люди могут рабочие места получить. Возможно, что будет развивать, какое дело. Ведь наша задача, чтобы люди действительно, как говорится, могли где-то работать, чтобы город развивался все. Вы это рубите, вы это на корню рубите. Зачем делать это? Непонятно. Я не знаю, поймут ли вас граждане. Думаю, что нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять проекты решения в целом? 9 депутатов за решение не принято. Предлагаемые изменения в правила землепользования и застройки не набрали большинства голосов. За изменения зонирования проголосовали 9 депутатов. То есть решение не было принято. Будет в прокуратуру обращаться. Тихонов, Михалай, Геннадий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова